Всех приветствую, друзья. Сегодня у меня Huawei Ascend Mate 7. Такое вот название. Кодовое название телефона. Не доводилось его еще разбирать, поэтому за кадром предварительно я снял крышку, посмотрел, как он разбирается приблизительно. Вроде ничего сложного нету. Сейчас попробуем поменять дисплейный модуль, который я заказал. Итак, снимаем заглушку нижнюю, двусторонний скотч, который я уже оторвал. Такой вот дисплейный модуль я на него заказал. Цена его 45 евро. Тонкий смартфон, сочетал в характеристиках, с толщиной его 7,9 миллиметров. При таких размерах довольно интересные параметры. Итак, снимаем два винта. Аккуратно снимаем заднюю меню выкрышку. Снимаем слот сим-карты, под крышкой. Под крышкой находится шлейф. Будьте внимательны, не отдирайте ее силой. Так, сняли шлейф. Далее смотрим разъем дисплейного модуля. У нас находится под черной заглушкой. Так же разъем батареи. шлейф. Продолжение следует... Отстёгиваем батарею, отстёгиваем дисплейный модуль, давайте проверим. Дисплей загружается. Бренд Huawei появился. Закрашивает код, фонарик. Включился без кода. Код вам к сожалению не оставили. Будем надеяться, что всё в порядке. Отключаем смартфон. Отключаем разъём. Отключаем разъём. Дальше действуем инстинктивно. Если батарея снимется без нагревания, хорошо. Если нет. Подставим на сепаратор. Не вижу здесь никаких хлястиков, никаких верёвок, чтобы снять батарею. Необходимо. Да, не очень. Ставлю на сепаратор. Снимаем батарею, нагреваем аппарат, пытаемся снимать батарею. 2 градусов, 3-4 минуты будет достаточно. Вставайтесь с нами. Итак, возвращаемся. Снимаем аппарат. Нагрели. Туго идет, но все равно полегче. Не знаю, почему не придумывают. Компания Huawei. Механизм для извлечения батареи. Сейчас уже все его используют. Айфон. И Sony, и Samsung. Даже Motorola. Huawei почему-то нет. Приходится извлекать батарею таким варварским способом. Главное, не повредить обшивку. Не проткнуть обшивку батареи. Иначе хана. Батарею придется заказывать новую. Если попадет воздух. Максимально аккуратно. Извлекаем батарею. То, что она дефолюрируется. Ничего страшного. Как видите. Осталось герметично. Я ее так выравниваю. Так. Сняли батарею. Шлейф, который нам нужен был. Ну и все. В принципе телефон уже остыл. Можно поставить еще раз на сепаратор. Я думал, что можно и снять. Потому что посадочная поверхность очень... площадью очень маленькая. Думаю, что снимем. Так. Соединяем дисплей. Соединяем дисплей. Это у нас тачскрин. Шлейф тачскрина остался полуромкой. Вот он. Как устроен. Драйвер тачскрина присоединяется к разъему. Разъем находится на шлейфе дисплея. Ничего нового здесь не вижу. Впечатляет, конечно, размер и толщина дисплейного модуля. Также обращайте внимание на то, что проклеено. Тоже самое должно быть на новом датчике. Тоже самое должно быть на новом датчике. В модуле. Что зачастую не бывает. Итак. Сразу смотрим на датчик. Резиновая прокладка. Вот здесь у нас ничего нету. Тут у нас ничего. Проклеен только драйвер тачскрина. Поэтому наклеечку с управления дисплеем снимаем. Также подсветка у нас голая. Как раз вот эта наклеечка пойдет туда. вот эта наклеечка. Так. Всё. Вроде. Ничего нету. Итак. снимаем стекла камера также здесь прокладку не вижу нужно не заморачиваться это у нас металлическая решетка из динамика также переставляем ее 0 Идём дальше, еще интересного. Снимаем осколки к периметру. Дисплейный мобиль посажен на такой вот клей, силикон. Мы будем сажать на B7000. Я думаю ничего лучше здесь не подойдет. Акрил его отпадает. Дверин держать не будет. Судя по конструкции данной модели. Очищаем поверхность, чтобы грязь и пыли обезжириваем. Закрапиловым спиртом или чем-нибудь другим. Остатки старого клея. Дальше. Убежириваем. 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 Считаю. Поверхность готова. Можно наносить клей. Еще раз проверьте, чтобы потом не ковыряться, когда клей уже будет нанесен. Чтобы ничего на поверхности не осталось. Очень тонкая поверхность по бокам. Все хорошо. Все хорошо. Возьмите все это. Все хорошо. Все хорошо, пока нет. Убираем клей и сажаем дисплейный модуль в самый сложный, ответственный момент, скажем так. Отверстие дисплейного модуля. Аккуратно, чтобы по минимуму выступал клей. Вот здесь он у меня выступил, но это не страшно, главное его не размазать. Когда он высохнет, его можно аккуратно срезать. Я всегда продавливаю периметр, чтобы клей немного вылез. Это будет означать, что склеиваемая поверхность схватится, то есть она не пустая. Так, совсем чуть-чуть. Всё, ставлю на зажимы полчаса, час. Склеиваем дисплейный модуль, стоит у меня на зажимах. И потом уже спокойно собираем. Важный момент. Когда ставим на зажимы, нужно обращать внимание на то, что дисплей со всех сторон одинаково. На одном уровне находился с рамкой, это можно почувствовать пальцем. То есть, если где-то он выступает или наоборот впадает, то это можно отрегулировать зажимами путём перемещения их. Ближе, дальше. Соответственно, по периметру приблизительно всё должно быть одинаково. У меня вроде всё ровно получилось. Чтобы всё сила ровно, нужно, как следует, поверхность, которую мы очищали, вычистить, чтобы ничего там не осталось. Ни старого клея, ни тем более старого стекла. Вроде бы всё ровно. Я не чувствую, что где-то что-то у меня западало. Всё, в таком виде я вставляю в дисплейный модуль на часик. Оставайтесь, продолжим снимать. Итак, друзья, продолжаем снимать. Перебежал клиент. Срочно нужен телефон, поэтому снимаем с прищепок. Я бы, конечно, подержал ещё. С момента установки зажима прошло минут сорок, наверное. Остался кусок прищепки. Для себя я подержал бы часа полтора, наверное, как минимум. Но зачастую у нас бывает такое, что время дороже для клиента, чем качество. Поэтому никого не уговариваем. Просто предупреждаем, что лучше было бы оставить под прессом ещё часик. Название клиента закон. Итак, осталась ерунда тут поставить батарею, поставить две заглушки, крышку, загрутить два винта. За это время успел сделать ещё пару телефонов простых. Почитать в интернете про MATE 7. Вот этот самый, который мы сейчас сделаем. Я почему-то думал, что это новая модель. Думал, потому что он мне не попадался ни разу с момента его анонсирования. Анонсированный он был в конце, ну не в конце, а в октябре, то ли в ноябре 2014 года. То есть рассказать ему уже два года. Ну, почему-то ни разу не попадался в руки. Почитал про него. Итак, забыл поставить шлейф, пока болтал. Продолжение следует... Застюгиваю шлейф. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...